Всем добрый день! Вы на канале вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у нас такая замечательная шаль, платок, узор для бактуса, может быть. Это, вот смотрите, какая красота, мне нравится чем. Узор мы с вами уже вязали, он прямого вязания был, я решила его превратить в шальку. Понравился мне узорчик. И смотрите, что мне нравится, расширение идет хорошо, то есть шаль получается невысокая, не слишком широкая, не низкая. То есть шаль получается вообще в идеальном варианте, вот мне очень понравилась. И она с двух сторон смотрится красиво, с одной стороны и с другой. Здесь нет лицевой стороны, нет изнаночной. То есть абсолютно идеально. И давайте смотреть, как она вяжется, потому что у нас впереди холода, нужно утепляться, нужно вязать подарочки, и поэтому вяжем. Всем добрый день, вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня хочу показать вам вязание вот такого узора. Я его вязала прямым вязанием, а сегодня хочу показать, как можно этот же узор связать треугольный в форме шали. Узорчик очень мне понравился, я думаю, что будет смотреться очень красиво на шале. И вяжется оно очень-очень-очень просто. Любые ниточки, какие только вот у вас есть, вам нравятся, да, на шале, мы берем. Два, четыре, пять, шесть воздушных петель мы с вами набираем. Замыкаем в круг. Почему я говорю любые? Потому что у каждого из нас свой запас ниток. Есть любимые нитки, есть нелюбимые. Вот, и вяжем. Раз, два, три. И, конечно, нужно обязательно подбирать под цвет ниток. Вернее, под толщину ниток. Три столбика, три воздушные петли. Раз, два, три. Крючок. На каждом откини так обычно написано рекомендация, какой крючок необходим. Поэтому смотрим и вяжем. Вот так вот получается у нас. Нам нужно связать в круг еще два раза. Три воздушные петли, группа из трех столбиков. Три воздушные петли, группа из трех столбиков. И вот таким образом у нас должно получиться четыре группы. Четыре группы из трех столбиков. И три воздушные петли, раз, два, три, между ними. Вот так должно получиться в самом начале. Раз, два, три, четыре группы по три столбика. Между ними три воздушные петли. В самом целом будем вязать узор, а по бокам будем вязать боковые группы. Боковые группы, они всегда будут неизменными, то есть одинаковыми. 1 2 3 4 5 воздушных петель мы будем вязать при повороте и 3 столбика 3 воздушные петли у нас будет боковая группа всегда неизменно то есть мы это вяжем не задумываясь 3 воздушные петли еще три столбика один два три провязали 3 воздушные петли 1 2 3 самый центр вот сюда столбик без накида 3 воздушные 1 2 3 и пышный столбик пышный столбик это что у нас это мы вытягиваем делаем накид 2 3 4 5 провязали закрепили 3 воздушные петли 1 2 3 и просто-напросто опять вяжем боковую группу в одну сторону поворачиваем и в другую сторону то есть это я думаю так простите а вот сюда мы закрепляемся сюда девочки самый первый столбик потом 3 воздушные петли и теперь уже боковую группу тороплюсь чего-то я тут вот то есть вяжем уже тут мы так закрепили и вот так у нас будет боковую группу провязали 5 воздушных петель не забываем что здесь есть и 3 воздушные петли набора всегда будет 3 воздушные петли смотрите вот там где у нас воздушные петельки были за пышным столбиком присоединяемся 123 и в это место вяжем пышный столбик 1 2 тут у меня чего-то ниточка заделая ниточку еще разочек может такой бы на 2 3 4 но я обычно беру 50 нитки такие тоненькие закрепили и 1 2 3 воздушные петли сделали и в боковую группу боковую группу вяжем ты столбика 3 воздушные петли 3 столбика 5 воздушных петель поворачиваем и опять боковую группу то есть пока мы вяжем основной узор я его показываю уж как вязать столбики с накидом и 3 воздушные петельки я думаю что вы разберетесь то есть узорчик пока вот такой у нас идет два пышных столбика по центру боковую группу связали теперь смесь что мы делаем мы будем делать расширение через ряд что это значит вот саму боковую группу самый последний столбик мы вяжем столбик без накида 1 2 3 и будем вязать в это же место в кого не пышный столбик 1 2 3 4 но будем делать это через ряд не в каждом ряду а через ряд 5 закрепили 1 2 3 воздушные петли теперь вот наша воздушная арочка столбик без накида и опять пышный столбик на самом деле 1 2 3 узор очень простой 1 2 3 4 5 вот и вы сейчас тоже в этом убедитесь 3 воздушные петли 1 2 3 и делаем новое расширение последний столбик 0 в этом случае в первый столбик до будет простите сначала мы крепим столбик без накида раз-два-три потом только пышный столбик 1 2 3 4 5 закрепили раз-два-три вот так у нас получается в первом ряду у нас только один пышный столбик во втором ряду 2 пышный столбик в третьем ряду раз-два-три в четвертом ряду мы будем только вот эти три провязывать а в пятом опять прибавлять то есть прибавление будете только через один рядок боковую группу вяжем с вами 3 воздушные петли у нас боковая группа поворот в принципе моя шаль уже готова или бактус у кого что это будет она вот такого размера хорошо расширяется мне нравится не резко и не слишком быстро а вот так как то равномерно вот такое получается полотно достаточно красиво ровно просто вяжется мне прям очень нравится и давайте немножечко еще дать чуть чуть повяжем вместе то есть чтобы я хотела добавить как вязать мы уже посмотрели то есть каждый ряд вяжется одинаково абсолютно это у нас пышный столбик связали 3 воздушные петли и каждый раз цепляемся за следующий пышный столбик за воздушные петельки вяжем 1 2 3 опять 3 воздушные петли и пышный столбик 1 2 3 4 5 и 3 воздушные петли 1 2 3 разница только в том что в одном мы добавляем ряду во втором нет вот в этом ряду у нас не было добавок значит следующем вот в этом ряду мы добавочку дела что значит добавь добавочка присоединили столбик без накида провязали 3 воздушные петли и в это же место пышный столбик 1 2 3 4 5 то есть вязание настолько простое 3 воздушные 1 2 3 петельки и боковая группа боковая группа это ты столбика 1 2 3 3 воздушные петли 1 2 3 настолько все просто что справится абсолютно любой 3 столбика провязали это наша боковая группа готова 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 поворачиваем наше вязание и вяжем опять боковую группу там где у нас воздушная арочка 1 2 3 3 столбика 3 воздушные петли и еще три столбика 1 2 3 так как мы с вами только что делали прибавление то конечно сейчас вот здесь вот прибавление делать не будем потому что она у нас уже есть в каждом столбике мы прибавление не делаем мы делаем только через 1 1 2 3 воздушные петли присоединяемся вот смотрите у нас получается абсолютно одинаковые хоть с одинаковым наклоном пышные столбики всегда в одну сторону но за счет того что мы каждый раз поворачиваем они нам кажется что связано в разные стороны а на самом деле алгоритм вязания всегда одинаковы мы находим воздушную арочку столбик делаем без накида 1 2 3 и вытягиваем 1 2 3 4 5 закрепили 1 2 3 воздушные петли ищем на следующий пышный столбик вот смотрим где у нас тут арочка из воздушных петель присоединились 1 2 то есть получается в ту сторону мы вяжем с одним уклоном каждом новом ряду мы вяжем с другим уклоном и получается вот такие колоски достаточно интересные и когда смотришь цель на вязание непонятно 1 2 3 4 5 непонятно что почему как вязать закрепили раз два три смотрим где наш пышный столбик воздушная арочка вот и все раз два три вот такое вязание бывает один два три 4 5 абсолютно несложно закрепили раз два три думать не надо просто вот по узору пышный столбик столбик без накида раз два три и вяжем пышный столбик то есть 1 2 3 4 5 ниточку внутри протягиваем и закрепляем раз два три и вяжем то есть что еще да что может быть еще проще пожалуйста вот такой вот узорчик у нас получается из любых ниточек которые вам нравятся вот я люблю такие которые не колется мягкие тактильные чтобы у меня кожа с аллергией я не могу носить шерсть но из шерсти будет очень красиво 1 2 3 воздушные петли всегда и всегда 1 2 3 пышный столбик все весь принцип вязания 1 2 3 4 5 вот такая красота у нас получается вязать можно бесконечно то есть вязание будет вот таких такого плана такого рода с таким вот узорчик а мне очень нравится за простоту и в то же время красоту если вам моя идея понравилась вяжем получаем удовольствие всем приятного просмотра до новых встреч его что досмотрели мой ролик до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите комментарии для меня это очень важно